ЗНАЕМ, МНОГИХ СЕЙЧАС РАЗРЫВАЕТ ОТ ЖЕЛАНИЯ ПОШУТИТЬ ПРО ТО, ЧТО У ИКСБОКС НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО ЭКСКЛЮЗИВОВ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ МНОГО, И СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОТРЯСАЮЩИЕ. Например, вторая Fable, Lost Odyssey, серия Project Gotham Racing, Ninja Gaiden, и это только из того, что вспоминают не сразу. С самыми популярными и так всё понятно. Это Halo, Gears of War и Forza. Да и культовые масс-эффекты Alan Wake вообще-то сперва вышли только на Xbox 360. Это, впрочем, не отменяет того, что кошмарных эксклюзивов в истории консоли Microsoft тоже хватало. О них и пойдёт речь. Родные Крома легендарного воина погибли из-за обмана богов. И теперь герой намерен пройти хоть все девять кругов ада, чтобы добраться до каждого из представителей пантеона и разорвать их на куски. Что-то напоминает, не так ли? Верно, Blood Forge – это крайне смелая попытка британской студии Climax выступить на поле God of War. Тоже слэшер, тоже безумно жестокий, с литрами крови и отрубленными конечностями, но при этом очень далёкий от мощи и величия Кратоса. В Blood Forge всё, что должно делать кровавый слэшер хорошим, попросту не работает. Боёвка, построенная на базовых ударах в связке, образующих комбо, может впечатлить только в первые десять минут, а затем придёт понимание того, что каждая битва – это серая мешанина с участием невыразительного героя и одинаковых никогда не меняющихся врагов. Битвы с боссами – наглядный пример идеального репетативного геймплея, когда сперва нужно уклониться от вражеских атак, а затем заспамить одну кнопку в надежде снять противнику побольше урона. И так с каждым боссом. Оружие – просто разные модели с одним и тем же эффектом. Да что там, всё прохождение Blood Forge – это бездумная беготня под тусклым коридором, скучнейшие драки и дикие вопли главного героя, которому, как предполагают авторы, вы будете сопереживать. Впрочем, реально сопереживать можно лишь тем, кому не повезло в Blood Forge сыграть, а уж тем, кто прошёл её до конца и вовсе следует установить памятник. Потому что ладно боевая система и однообразные враги, однако одолеть непослушную камеру, зачастую показывающую всё, кроме поля боя, и пережить десятки багов и сохранить при этом рассудок, могут редкие игроки. Crimson Dragon – это когда что-то пошло не так при попытке создать наследника довольно популярной серии. В этом случае серии Panzer Dragoon. Изначально новую игру хотели выпустить на Xbox 360. Позвали дизайнера Юкио Фотоцуги и композитора Саорика Бояши, работавших над Panzer Dragoon, пообещали замутить управление с помощью Kinect и заявили, что будет всё как прежде, только в новой вселенной и под другим названием. Потом релиз несколько раз перенесли, и Crimson Dragon в итоге вышла на Xbox One и управлялась с геймпада. Ни то, ни другое её не спасло. Игра оказалась куда хуже, чем поклонники отличных Panzer Dragoon Saga и Panzer Dragoon Orta могли ожидать. Crimson Dragon – это рельсовый экшн про полёты на драконах. Рельсовый не как Call of Duty, а практически буквально. В 80% игры вы не можете свободно управлять крылатым ящером, только уклоняться от вражеских атак, совершая резкие рывки в сторону, целиться и стрелять в ответ. А летит монстр сам и всегда прямо. Есть режим, где чудовищам дают поуправлять свободно, но в такие моменты и без того ужасная камера ещё больше начинает выводить из себя. На самом деле, камера – это одна из самых серьёзных проблем многих плохих эксклюзивов Xbox. Crimson Dragon, она посажена очень близко к дракону, а враги не всегда находятся только спереди, иногда они подлетают сзади и с разных сторон. Такие моменты камеру надо безудержно вертеть, потому что противники атакуют свирепо и чуть ли не автоматными очередями. Однако из-за ярких спецэффектов и маячащего перед носом собственного дракона разглядеть что-то попросту невозможно. И это только на рельсовых уровнях, а на тех, где ящерицы дают управлять нормально, вообще творится ад, так как надо не только выцеливать врагов, но ещё и направлять драконы. Как с этой бедой удавалось разобраться во времена Panzer Dragoon, остаётся загадкой. Crimson Dragon, к тому же, и не пытается вознаградить за страдания. В ней драконов можно прокачивать, однако делать это бессмысленно, потому что разницы между прокачанным и непрокачанным ящером попросту нет. Ещё можно звать других драконов под управлением искусственного интеллекта на помощь, чтобы те отвлекали врагов, но весь урон всё равно всегда будет отхватывать главный герой. Можно наблюдать за сюжетом, но зачем, если это чудовищно скучная история про мир драконов, колонизированный людьми? А вот этой игре повезло ещё меньше, чем Crimson Dragon. Fighting как изначально затачивался под Kinect, так он с поддержкой сенсора и вышел. Играть в него, конечно, было совершенно невозможно. Главная проблема Fighter Within лежит на поверхности. Сложно спорить с тем, что сама по себе технология, на которую работает Kinect, очень крутая, но использовать её в играх Microsoft и её студии толком так и не научились. Потому что сенсор не всегда достаточно точно улавливает движения, а если и делает это, то не всегда верно их распознаёт. Зачастую камера при запущенной Fighter Within думает, что вы сидите, хотя на самом деле стоите. И с этим, увы, ничего не поделаешь. По крайней мере на этом этапе развития технологий. В файтинге же с помощью сенсора предлагают даже в меню управляться. Но и это чудовищно сложно. Игра не даёт выбрать бойца, промахивается мимо нужных кнопок и в упор не замечает вас, активно жестикулирующего у телевизора. Во время поединков поначалу кажется, что игра заработала. Она распознаёт обычные удары руками в голову и блоки, но когда дело доходит до комбинаций, всё встаёт на свои места. Играть в Fighter Within вновь становится невозможно. Самое смешное, что у этой игры даже есть нечто вроде сюжета, ужасного, конечно, а среди персонажей представители разных боевых школ. Это, впрочем, не имеет никакого значения, потому что всеми бойцами драться одинаково неудобно. Заполучить в эксклюзивы продолжение весьма успешной серии Dynacrisis определённо большой успех для первой консоли Microsoft. Только вот сама игра оказалась провалом. Не то чтобы сокрушительным, Dynacrisis 3 не самая плохая игра на свете, но до уровня первых двух номерных частей она сильно не дотянула. Забавно, но главная проблема игры вновь свелась к жуткой камере, из-за которой играть порой было совсем нереально. Может, над Microsoft всё это время висело загадочное камерное проклятие? Кинект ведь тоже камера, так-то. На самом деле смешного мало. В третьей части Dynacrisis полно крутейших моментов, и очень хотелось, чтобы в неё можно было играть с удовольствием. Много вы знаете игр, где персонажи попадают на космический корабль, который пробыл непонятно где три сотни лет, и находят там динозавров. Не простых, конечно, а мутировавших, из-за экспериментов с ДНК обычных земных динозавров. А ведь это к тому же привычный survival horror в духе ранних Resident Evil с почти фиксированной камерой и элементами платформера. У героя есть джетпак, и с его помощью он может запрыгивать туда, куда в тех же Resident Evil вы могли только грустно посмотреть. Правда, из-за камеры зачастую сложно разглядеть, что вообще происходит на уровне, поэтому ситуации, когда за пределами вашего поля зрения появился космический динозавр – норма. И ладно, если бы он просто появился, так ведь он не будет же стоять и ждать. Он внезапно атакует и при определенных условиях убьет главного героя. Та же беда с прыжками по платформам. Бывает, что из-за камеры невозможно понять, куда следует прыгать. Можно подумать, что это мелочи, что с камерой можно совладать, но из описанных выше ситуаций состоит почти вся игра. И тут уже не важно, что сама Dianna Crisis 3 во многом неплохая. Когда бесишься из-за камеры, начинаешь замечать и другие недостатки. Например, не самый удачный дизайн локации и однообразные сражения с тварями. Как можно испортить игру про бомбермены? Бомбермен Act Zero показывает как. Просто берешь и уничтожаешь практически все классические фишки, что делали серию уникальной и запоминающейся. Визуальный стиль, например. Яркий, цветастый и с массой спецэффектов. Меняешь его на серое месиво, и чтобы объяснить это с точки зрения сюжета, придумываешь историю про то, что после Третьей Мировой Войны в мире царит разруха, а в каких-то там подземных комплексах людей заставляют одеваться в костюмы бомберменов и биться друг с другом на грязных аренах. Ладно, это не самый большой грех Act Zero. Куда хуже, что ее создатели решили внезапно изменить правила игры и придумать режим First Person Bomber. Вы же помните, что такое бомбермен вообще? Игра с видом сверху, в которой на большой прямоугольной арене между разрушаемыми и неразрушаемыми блоками бегают человечки и ставят в разных местах бомбы. Цель всего этого дела – загнать противника в угол, прижав его бомбами. Потому и вид сверху, потому что важно, чтобы арену было видно целиком. Ну, для вас важно, а для разработчиков Act Zero вовсе нет. В их замечательном First Person Bomber, который, кстати, никак не связан с видом от первого лица, камера опускается к спине героя, и тогда выдумывать какие-то тактические схемы становится попросту невозможно. Потому что арену не видно, противника тоже, и ситуацию на боли боя просто не оценить. Хорошо, что в Bomberman Act Zero есть отдельный классический режим, где можно поиграть нормально. Однако там скучно как раз из-за серой цветовой палитры и того, что условия на всех 99 уровнях никак не меняются. Еще и локального мультиплеера нет. Это вообще приговор для безумной игры про взрывы. Сыграть с другим игроком можно только по сети, но зачем это вообще нужно, если Act Zero вот такая? На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео, и заходите на Канобу. Там вы найдете много всего интересного.